Девушки отдыхают Девушки отдыхают Незабываемое зрелище Его оппонент Из подмосковного Железнодорожного Победитель чемпионатов Московской области по армрестлингу Среди юношей 2001-2002 года Вес 75 кг Макс Криммер И вот появляется второй спортсмен на ринге Вы его уже знаете Это потомственный спортсмен Макс Криммер А до этого, пока я вас приветствовал На ринге появился Мистер Дрон Тоже небезызвестный многим участник федерации Напомню, что до сих пор Макс Криммер Не проиграл ни одного своего матча А было их уже около пяти Кстати, это его второй матч Против Мистера Дрона Оба молодых спортсмена Большие надежды нашей федерации Так, локап Макс начинает работать над рукой Реверс Классическая борцовская техника И голова Дрона попадает в захват Но он реверсирует Выдергивает руку И наносит свои мощные удары по спине Макс опять реверсирует Выдергивает ногу Дрон врезается со всей силы лицом в ринг Хорошее начало для Макса Опять оплат Освободиться можно, пожалуй, только вытолкнуть оппоненту Что Дрон и делает Макс разбегается от канатов Сдевает Дрона Промах Да, вот это обман Обычно спортсмены ожидают противника Что разогнавшись от каната Они бьют, врезаются Пытаются сбить Но Макс обманул Нырнул Дрону под ноги И, видите, успешно захватил его ногу Ой, какой жестокий удар колену в ринг Болевой за болевым Макс очень любит применять болевые захваты Он привержен борцовской технике Но Дрон использует свою силу Реверсирует И это был обратный бросок Макс печатается в ринг Но, судя по всему, чувствует себя неплохо И опять работает над ногами Дрона О, смотрите Со всего веса он обрушивается Своим локтем прямо на внутреннюю часть Бедра Дрона Это очень больно И до этого была работа над коленом Опять над бедром И сейчас опять над коленом Держание Нет, не прошло Дрон слишком близко к канатам Макс опять душит его Но Дрон реверсирует В первую очередь Макса высвобождаться Что он делает? Да, а вот на полу Лежачим лучше не оказываться Потому что здесь разрешено Бить лежачего оппонента Что практически все спортсмены И используют для своего преимущества Вот эти мощные суплексы Никто их так красиво не делает Как этот спортсмен Мистер Дрон Сейчас, наверное, последует еще один Да, точно И... Бум Сила инерции настолько велика Что Дрон, проведя этот прием Сам вылетает в ту же сторону А вот это огромный падающий локоть Раз, два Нет, Макс еще не сдается У этих парня очень-очень сильные борцы Так, и вот теперь Дрон хочет использовать Какой-то из своих подлых болевых приемов Не получается Если спортсмен не сдается То обычно судья старается разбить захват Зрители кричат, а на канаты нельзя И действительно нельзя Вот видите Дрон уже немного начинает Мошенничать, скажем так Многие в нашем спорте считают Что без мошенничества выиграть просто невозможно Хотя, конечно, это далеко не так Но, тем не менее Многие, особенно не совсем опытные молодые спортсмены Они скатываются к мошенничеству Потому что у них просто не остается другого выхода Еще один разбег Макс не может прийти в себя И мощный удар сверху По грудной клетке Вышибающей весь воздух из легких Макса Удары по нижней части спины Макс просто теряет ориентацию Его лицо полностью А нет, я был неправ Ринг очень скользкий Только что прошел дождь Только что прошел дождь И дрону чуть-чуть не стоило матча Но, видите, Макс опять разгоняет его И этот удар назывался дроп-кик Толчок и удар обоими ногами в прыжке Русская подножка При которой бедный дрон Ступается с затылком об ринг А, видите, он решил отомстить За то, что он ударился об ринг один раз Он ударил Макса с затылком Четыре или пять раз Пять мощные удары Обмен ударами Вообще-то у нас Закрытым кулаком, как правило, бить не разрешается Но сегодня что-то судья Как-то лояльно на все это смотрит Бросок под названием кнут Видите, Макс уже значительно вымотан И поэтому еще один добавленный удар Сбивает его с ног Хотя обычно этого не происходит Обычно спортсмены, так сказать, в состоянии выдержать удары По голове не падая Но Это уже пятая или шестая минута матча А такие матчи выматывают страшно Поэтому силы, силы у обоих уже просто на исходе Видите? Удержание ближе и ближе к счету 3 Но пока еще где-то 2,7 Что теперь еще достанет Мистер Дрон из своего арсенала? Разгон в канаты И как я говорил раньше Откуда ни возьмись Появился летящий кулак Макса Кримми Теперь очередь Макса атаковать Смотрите Для мощного броска всегда нужно разогнать оппонентов в канаты Но тут случился реверс Оооо, вот это да Вот это подавись Три Не могу в это поверить Вы знаете Это первая победа Мистера Дрона И как ни странно Первое поражение Макса Кримми Его беспроигрышная серия Которую он объявил Порядка 4 месяцев назад Остановлена Дамы и господа Вот такие они Молодые И злые Вот смотрите А вот это хороший пример Настоящего спортивного поведения Для молодых борцов и молодых зрителей Дрон радуется Но пожимает руку И вы видите Никто не в обиде Каждый уважает своего противника Вот так должно быть в настоящей борьбе Вот такие магазины видят Наших подрастающих спортсменов Дамы и господа Да Сутили аплодируют обоим Вес 95 кг Представители Люблинского боксерского клуба Никто иной Как Денис Федин Итак, наш второй сегодняшний матч Можно сказать Среди тяжеловесного отделения нашей федерации Первым объявлен Денис Федин Москва По-моему, микрорайон Люблинон Кстати, второй матч этого борца Он прошел боксерскую школу В рестлинге пока что себя никак еще не зарекомендовал Денис Федерации Также из Москвы Микрорайон Беляева Вес 85 кг Представитель клуба бодибилдинга Гектор А этот спортсмен Можно сказать, не побоюсь этого слова Восходящая звезда федерации Именно, так сказать, по оценке зрительских симпатий Потому что популярность просто огромная Вы видите, что вот Особенно среди женской Женской половины публики Не знаю, чем вызвана В принципе, достаточно стандартная техника у борца Не хочу сказать, что плохая Но стандартная Но, видимо, берет своей харизмой Обаянием И выходит Он в сопровождении этой девушки Которую зовут Анжелика И она сегодняшняя претендентка На бой против Виты Нашей нынешней чемпионки Это будет их второй матч В первом Анжелика проиграла И сегодня она хочет опять попробовать свои силы Стандартный ритуал Приготовления к матчу Ну, что тут можно сказать Конечно, молодые, обаятельные люди И при этом занимаются экстремальным видом спорта Ну, как тут не нравится девушкам? Ну, давай У обоих вес порядка 90 килограмм Да, вот этого Гектор, наверное, не ожидал Денис Федин, разбежавшись Не нашел ничего лучше и удачнее, как ударить Ногой прямо в живот Гектору, похоже, туго, смотрите За этими ударами следует болевой захват Что-то типа бостонского краба Как мне сказали Но Гектор дотягивается до канатов И захват разбит Денис Федин продолжает атаковать Удары Хорошие, мощные удары Чувствуется, что человек занимался боксом Но видите Промах на третий раз И Гектору достаточно, чтобы собраться И бросить Все тело Дениса Федина Назад прямо на голову Денис отдыхает Полунокалк, так кажется Смотрите Со второго удара и Денис падает Ну, вообще-то, по затылку, конечно, лучше не бить Да, судья сегодня явно настроен Очень-очень лояльно Опять Мощный прием Дропкик Вы знаете, не часто можно увидеть Как тяжеловесы Подпрыгивают на такую высоту На высоту, собственно говоря, плечей Своих плечей Плечей оппонента И бьют ногами Прямо в грудь В лицо В голову Как придется Главное, чтобы сбить оппонента И вывести его из строя А смотрите Я ожидал, что Денис Федин Будет больше полагаться на удары Но он также пользуется У него достаточно большой арсенал Болевых захватов, заломов и приемов Так что Несколько месяцев обучения В школе рестлинга При федерации Не прошли даром Тяжелее всего спортсмену Когда над ним работает Его противник в углах Потому что Из угла особо не вырвешься Вправо-влево Если уж Ты попал Видите, с обоих сторон Канады под углом 45 градусов Можно только собраться И попытаться вытерпеть Или вот увернуться Вот как сейчас он и сделал Это очень хороший ход И вот идут германские броски Которые так любит Этот Гектор И, кстати, его кумир Крис Бенуа И вот Подражая своему кумиру Из Мировой Федерации Рестлинга Крису Бенуа Гектор делает подряд Три германских суплекса Это очень опасные приемы Потому что Бросаемому спортсмену Нужно думать только о том Как бы не сломать себе шею Если уж он чувствует Что его бросают Ну, лучше, конечно Не попадать на такие приемы Как германский суплекс Нога неиспредельна на канатах Гектор не видит Не слышит судью Или не хочет слышать Но подчиняется В конце концов У Гектора Хорошая спортивная злость Работает с огоньком Да, не так-то просто Поднять 95-килограммового человека Но Гектор поднимает И проводит прием Под названием Спинолоб В свою колену Падающий локоть Да, Денису Федину Очень тяжело Очень Денис Федин Денис Федин уже практически Не стоит на ногах Может быть, судье Стоит остановить этот матч Пока это не кончилось Плохо для Дениса Федина Так, это был Домкрат Домкрат И Денис Федин опять Чуть не разбивает Свое лицо Абринт Но, тем не менее Это все еще два Денис Федин не сдается Большой, сильный Упорный человек Зрители болеют за Гектора Хотят его победы Вот, а вот это был Очень-очень интересный прием Сначала выкручивал руку Гектору Но тут же поменял на удар На удар ногой Так называемый Каблук с разворота Копье Да, минуту назад Гектор был Явным Сверху, можно так сказать Теперь Гектор лежит И не может встать без помощи Дениса Федина Вот, перекрестное тело Кроссбоди Два, три Смотрите, этого хватило Дениса Федина Конечно, было более спортивно Я лучший! Ну, трудно сказать После одной победы Или... Или... Да, в прошлый раз Гектор проиграл Максу Криме, кстати Я соглашусь Я соглашусь, что ты один из лучших Гектор, но... Все-таки я бы не советовал Тебе так себя вести И вот мы переходим К следующему матчу На ринге вы видите Команду из Белоруссии Пресс и Кувалда Представляем первого из Белоруссии Вам давно известную команду Пресс и Кувалда Это очень сплоченная команда Из Белоруссии Но сегодня эти спортсмены Будут драться Каждой поодиночке И сейчас будет очередь Кувалды Он будет выступать Против Ярославского вихря Послушаем, что скажет пресс Ну че, дружище, как рука? Не болит? Нет? Все нормально? А башка заболит Хочешь матч Исправа дисквалификации, да? Это тебе сюрприз Это ровным счетом Ничего не изменит Абсолютно Знаешь, мне даже как-то жалко Немножко вот этих вот твоих ребят А нам нет А нам жалко Ребята-то, на самом деле, неплохие Жалко, что они связались С таким кретином, как ты На самом-то деле Мачу тебе надо Жалко, что ты уволил Медведя Да Но еще больше всего Мне жалко Вихря Потому как После матча с Кувалдой Его постигнет Та же самая очередь Что и Медведя Без ебла уйдет Ну и ты, парень Та же следил за своими тылами А знаешь, почему? Потому что сегодня на ринге Против вас дерутся Пресс! Викол Волду! Что вы, ребята, знаете? Кто не с нами Кто против нас? Хочу представить вам Из города Ярославля Не просто кто-то Викр! Итак, как я уже упомянул ранее Матч один на один С одной стороны Будет часть команды Из Беларуси Кувалда А с другой стороны Викр! В прошлый раз Около месяца назад Эти спортсмены Дрались двое на двое Двумя командами Друг против друга Пресса Кувалда Против Вихря и Медведя Это был дебют Вихря и Медведя Из Ярославля В сопровождении С его менеджером Влада Алексеева Которого вихря сейчас Но Несмотря на поражение Несмотря на поражение Это спортсмен Эти спортсмены Оба проявили себя Очень-очень Выдающимися Можно сказать Борцами Вот И по технике И по тактике Ведения матчей Хотя это был Повторю Дебют Но Как бы там ни было Отношение между Медведем И менеджером Владом Не сложились Видимо Влад обвинил Медведя В поражении Что-то еще Произошло И как вы уже слышали Медведь был Уволен Теперь Ярославль Представлен Единственным Спортсменом Вихря Считая менеджера Влада Алексеева Который Прямо сейчас Берется Против Кувалды Да И вот еще Одна деталь Этот матч Этот матч Проходит По категории Без правил И дисквалификации То есть Неважно Что делают спортсмены Дерутся ли они За рингом Применяют ли они Запрещенные приемы Или посторонние предметы Матч не будет Остановлен Вот А инициатором Такого матча В данном случае Выступил Влад Алексеев Из Ярославля Потому что Он считает Что в прошлом матче Двое на две Его команда Проиграла Несправедливо Из-за того Что пресс Дарил медведя Стулом Что Увредило его спину И поразволило Кувалде Провести прием После чего Собственно говоря И произошла Победа пресса И кувалды Слово сказать Этот стул Оказался У пресса Неспроста Вначале он был В руках у Влада Алексеева Влад Алексеев Тоже активно Им работал Бил пресса По спине И по голове Но В какой-то момент Пресс Перехватил Инициативу И Как я уже Замил Вы знаете Что из этого Произошло И вот Вихрь активно Работает Над пувалдой Золом ноги Слезь с него Судья пудрой Мажется Белой Не сказал бы Раз Два Вихрь Себя Проявляет Еще раз Очень и очень Неплохо Он совмещает В себе Каратистскую технику Борцовскую технику До этого Он занимался Карате Потом Прошел Небольшую Переподготовку При федерации И вот теперь Активно Пытается Развить Свою карьеру В мире Профессионального Рестлинга Хороший удар Хороший удар Прямо в челюсть Ногой Кувалда Лежит Вихрь Не торопится Удержать Решает Работать Наверняка И Хочет Добавить Кувалду Еще несколько ударов Соответственно Пресс Ходит Вокруг Ринга И поддерживает Своего Напарника Кувалда Собрался Запускает Противоположный угол Разбег Бум Шлагбаум В углу И еще один Крупный удар По затылку Мощный удар По затылку Крупным кулаком Вихрь Вихрь Используя Инерцию Кувалды Бегущего В угол На него Выскакивает И сопровождает Сопровождает Голову Кувалды Впечатывая Ее Заградительное Ограждение В углу Ринга С каждым Таким разом Собраться И продолжать Матч Тяжелее Тяжелее Видно Что Кувалда Кувалда Практически Пидрел Способность Определляться А нет А нет Заблокировал Бросок Попытки Броска Вихря И отправил Его На пол Работает Над рукой Еще один Шланбаум И удержание Раз Два Нет Это только два Давай кувалду Соберись У прессы Кувалды Пока только одно Поражение В самом первом матче Против братьев Крюгер Но они не захотели Уходить Проигравшими И атаковали Братьев Крюгер После матча После этого Они одержали Еще две победы Опять же Над братьев Крюгер А потом Над Вихрем И Медведем А и еще У кувалды Был один матч Тоже один на один Против Против Нижнего чемпиона Князя Тогда Кувалда Победил Но поскольку Князь еще тогда Сам не был чемпионом То соответственно Кувалда Тоже не стал чемпионом Так Вот Вот Видите Матч не остановлен Хотя тут уже явно Произошло Вмешательство пресса А не остановлен матч Потому что Он проводится По категории Без правил И дисквалификаций И это еще не все Что мы можем увидеть Вот видите В ход пошли Посторонние предметы Влад Влад вступается За своего Подопечного Вихря Фактически Это уже Командный бой Вы знаете Как бы Влад Он занял Уже Можно сказать Своё место В команде Вихрь пытается Вернуться на ринг Но не тут-то было Кувалда С разбегу Сбивает его Прямо на асфальт И похоже Выходит за ним сам Да Вот он идет И Драка Прямо Прямо В двух метрах От публики А тут уже Прямо драка Непосредственно В публике Да Кувалда Не ожидал Здесь все Зависит от него Ну почти все Не считая Небольшой помощи Пресса Но в основном Все зависит От кувалды Он не может Отдохнуть Не может Передать инициативу Своему напарнику Как он уже привык делать Это матч Один на один Еще удары Вихрь падает Что еще придумает Кувалда У нас что За 10-20 стул Только один Да Один стул Сбивает Еще удары По загривку По шее Давай еще Пресс почему-то Держится за спину А ну да Влад Влад удавил его Стулом по спине Вихрь на плече Только что Кувалда Сбросил Вихря Прямо на один Из столов Ведущий Стол не выдерживает И складывается Как карточный домик Под вихрем Который весит Порядка 85 килограмм Вихрь вставать Пресс Помогает Влад Прогнан И они решают Возвращать Вихря на ринг Так, да, похоже, пресс решил, что они уже достаточно нанесли ущерба вихрю, и кувалда может продолжить матч на ринге, что приведет его, как они надеются, к победе. Реверс. И это был, дамы и господа, дропкик. Удар обоими ногами с прыжка. Ну мати его, дроби. Да, непонятно, кому хуже от правил, по которым проходит этот матч, вихрю или кувалде. Похоже, обоим очень тяжело. А это был хоронкоранер, или по-нашему ураганный наездник. Вихрь, тебе покажи. Похоже, вихрь уверовал в свою победу. Так, еще удары, разгон для приема, реверс над головой, промо, удар в живот. Оба спортсмена очень быстро соображают и ориентируются в ситуации, но вихрь перехитрил таки. Только что был прием под названием суплекс. Два! Смотрите, чуть-чуть не хватило вихря для победы. Это было два с половиной, а кублика, фанаты вихря кричат судье, что это уже было три. Но, похоже, судья считал с нормальной скоростью. Выкручивание руки. Хват! Завихрение. Удар по почкам. Судья не останавливает матч, да и не может остановить, потому что этот матч бесправил. И это оглушитель. Оглушитель. Кувалда отлетает назад полностью оглушенный. И не понимает, где он находится. Пускай кувалде это здоровый матч, он тебя тот бы бил. Блин, главное, чтобы канат опять не порвал. Вот так его! Хитрик подустал, скорость снизилась, что позволило кувалде опять атаковать своими кулачищами. Еще раз. Белим бал, надо боих сразу. Пять удары. Влад уже предпочитает не вмешиваться. Неплохой прием. Вы видите, похоже, что кувалду сейчас спас, в буквальном смысле, пресс. Он именно спас, сдернув ногу. Но достается и ему. Красивейший, красивейший удар обоими ногами с разбега. Скользящий грёбкик. Прямо сквозь канаты. Так, а вот Влад уже и осмелее. В руках сантехническая труба. И пока пресс не пришел в себя, Влад решил воспользоваться ситуацией. И добавляет ему, чтобы он опять не вмешался в ход этого матча. Ну что же, да, вот сейчас уже, кажется, двое против одного. Смотрите, Влад на готове со стулом. И он хочет сделать то же, что делал пресс медведю. Да, вот, вот так кончился прошлый матч. Только на месте кувалды был медведь. А на месте Влада Алексеева был пресс. Точно так же произошел удар стулом по спине. Два. Нет. Смотрите-ка. Кувалда оказался выносливее и стойче медведя. После удара по спине и после этого полученного приема он все-таки не сдается. Он смог оторвать плечо от ринга. И судья не успел досчитать до трех. Матч продолжается. Оппроборк. Опа. Непонятно, что хотел делать кувалда, но он все-таки сбил вихри, оказавшись сверху. И похоже, что вихри опять потерял ориентацию. Сможет ли он подняться. А куда идет кувалда? Ему надо накрывать вихри и выигрывать матч. Что он делает? Смотрите, он ищет что-то среди обломков стола. Похоже, нашел. Или нет? Да, уже встает. Что у него в руках? Смотрите-ка, это доска. Это доска, бывшая опора стола. Что хочет делать? Неужели он... Доска на ринге. Да, похоже, что кувалда задумал впечатать вихри прямо в эту доску. Вот что я думаю произойдет. Ринг и так-то не очень мягкий. Там есть небольшая прослойка пенопропилена, по-моему. Но кувалда решил приземлить вихри прямо на жесткую доску. Да, вы видите. Не знаю, целы ли ребра у вихря после этого. Но победа за кувалдой. Вихрь лежит недвижим. Потребуется ли ему врачебная помощь? Вот в чем вопрос. Победитель кувалда. Влад попросил матч в стиле без дисквалификации. Но, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Воспользовавшись посторонним предметом, кувалда одержал победу. В матчах без правил, как говорится, все средства хороши. Вторая победа кувалды в своем втором сольном матче. Победитель кувалдар! Простой белорусский парень кувалдар! Представляем первым из города Москвы. Вверх 133 килограмма. Команда, состоящая из молодого эксперта восточных и наборств. Артура Нурмухамедова. И первого в истории Российской Федерации Рестлинга чемпиона Виктора. Московского терминатора! Вот они! Это не я делаю! Нернаты! Россия! Они, как можно! Они, как можно! Не как можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И компоненты, команда из Москвы, комбинированный вес в 145 килограмм, команда Братя Кругер! Встречайте! Братя Кругер! Продолжение следует... 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 Бум! А вот теперь дропкик от Лакмуса, он тоже неплохо выполняет этот прием. Теперь же он атакует и передает инициативу Дуриэлю Кругеру. Дурель Кругер, кстати, является наиболее активным нападающим, атакующим команды Братя Кругер. Два? Нет. Артур отталкивается после счета один. Дурель призывает публику на свою сторону и атакует терминатором, которому только что придал право боя Артур. Продолжение следует... Разгон в угол... Хлоп! Мощнейшее впечатывание и припечатывание шлагбаумом бедного терминатора в углу. И теперь Лакмус Кругер старается импонировать публике. А что еще может быть более приятным, нежели нокаутирующий удар в грудь или как минимум в лицо? Девушки радуются, народ веселится. И в общем создается картина всеобщего счастья, что очень благоприятствует обстановке на рестлинг-зрелище. Тем временем идет серия бросков терминатора. Он только что чуть не удержал, чуть не выиграл матч впоследствии удержания Дуриэля Крюгера на мопатках. А до этого была высокотехничная серия. Вы видели, как он воспользовался ускорением, которое придал ему Дуриэль от пружины лодканатов. И посредством сальто через себя чуть не отправил Дуриэля за ринг. Вот-вот были только что на экране разговоры, так называемые разборки. Еще один шлагбаум. Вот и теперь, видите, двойная работа. Но Артур, чтобы избежать дисквалификации, только чуть-чуть придержал Дуриэля и тут же спустился за ринг. Я думаю, это чуть-чуть было настолько сильным, что у него от удара закрутилась голова во все стороны. Вот, например, опять же подтверждение этому. Удар и человек оказывается на ктауне. Нет, напротив, в данной ситуации Артур повел себя, можно даже сказать, очень скромно, поскольку он буквально только чуть-чуть придержал. Какой прыжок! Какой прыжок из-за него нет, что перебил. Но это очень красиво. Это был сплэш и Дуриэль всем своим весом припечатал к рутину Терминатора. Из-за боев вышиблен воздух. Этот прием, так сказать, отражается и на нападающем, то есть на Дуриэля в данном случае тоже. Всем своим гигантским 53-килограммовым весом призывал. Но при таком падение 53 килограмма превращается в 153. Ой, 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 что они делают? Этот прием называется двойная яичница. Но это совсем не по-мужски. Но как так можно? Терминатор слегка поврежден, помят и откатывается. И Артур... Вот, вот она опять двойная работа. Вы видели такой невзначай удар из-за канатов по спине, проведен Дуриэлем Крюгером, что помогает сразу же Лакмусу успешно атаковать. Поскольку Артур слегка обалдел, не ожидал, подался в сторону Лакмуса. Тот захватил его в захват и проводит уже третий суплекс. Ну, я смотрю, в этом матче, конечно, инициатива, на мой взгляд, принадлежит братьям Крюгерам. Все-таки мастерство и спаянность их не команда. Мастерство его не пропьешь. Да. Тем более, одев маску и назвав себя Дуриэлемой. Ну, тем не менее, поскольку меняется все очень быстро, пока звучал этот комментарий, инициатива опять в очередной раз перешла на сторону Артур и Терминатора. Вот Артур только что провел передний суплекс на Лакмуса, а Лакмус тяжелее Артура, килограмм на 15, как минимум. И вы видите, Лакмус опять держится за голову и за шею, потому что этот прием очень негативно сказывается на всей задней структуре позвоночника. Реверс. Опа! Вы видели, какой высокотехничный закрученный захват. Я даже не понял. Сначала это выглядело как болевой, но Артур потянул Лакмуса вперед, и тот со всей силы впечатался своей макушкой в ринг. Вы видите, теперь он опять не может прийти в себя. Чем и пользуется Артур. Смотрите, он заламывает его ноги. Что последует дальше? Так, к терминатору. Оба на ринге могут оставаться 5 секунд. Что делает терминатор? Разбег. О, скользящий дропкик в грудину. Как дрыгает ножками бедный Лакмус. Хочу немножко отлично сказать, что действия нынешнего чемпионата по рестлингу проходят в городе Королев. Только что прошел дождь, и, наверное, поэтому публика не столь многочисленна. Но, тем не менее, соревнования продолжаются. Вот удар, а это был прием ураганный наездник. Прекрасная работа Дуриэля Крюгера. О, огромный падающий локоть. Еще локоть. Бум! Это все равно, что ударить молотком лежащего на полу человека. И к даче инициативы своему брату. Он продолжает... Вот пошла опять двойная работа. Судья считает 2. Напомню, что в таких ситуациях можно не больше, чем до счета 5, оставаться вместе на ринге. Какой падающий... Это была падающая нога с угла, нависящего на канатах терминатора. И вот, да, вот теперь мой коллега сказал правильно. Похоже, что инициатива боя опять возвращается к братьям Крюгер. О, экстремальный выпрыг за ринг. Прыжок. Красавец! И публика достойно оценивает происходящее на ринге. Красавец! Именно только так можно назвать этот прыжок. Как я уже упоминал в начале этого матча, что обе команды славятся экстремальностью, которая проявляется... Вот еще один! Это был замечательный. Это была мединая бомба за ринг. А сейчас все они лежат не просто где-то, а на цементном покрытии беговых дорожек. Обе команды, как я уже говорил, славятся экстремальностью, принцип которой является... Не важно, как ты повредишься сам, но самое главное, повреди другого. Так сказать, разбей голову себе и разбей голову соседу. Разбей голову себе, но разбей голову и что-нибудь еще своему противнику. Например, сделай ему двойную яичницу. Да, кстати. Еще одно сальто в воздухе, приминающее к бетонному полу обоих братьев Крюгер. Теперь же опять непонятно, кому больнее. В маске, к сожалению, не видно стонущего лица, искаженной гримасы ужаса, полученные в результаты такого падения. Ну, вот все дальше и продолжается. Но я могу гарантировать, что, хоть это и не видно, это спортсменам сейчас приходится очень больно. Кроме таких экстремальных вещей, это не забудьте, это уже еще где-то восьмая минута матча. А вы знаете, как быстро в таких матчах теряются силы. Смотрите, терминатор поймал в захватках головы Дуриэля, Дуриэль поймал Артура. И вот, это четверной обратный бросок, дамы и господа. Я думаю, что нигде, нигде, ни в одних соревнованиях вы не могли видеть такой прием. Это четверной бросок. Терминатор продолжает валяться, а оба братья Крюгера вдвоем атакуют Артура. Хватает его за ноги. О, передний мордобастер. Передний мордобастер. То есть оба поднимают, или по-другому домкрат, подняли тело Артура в воздух, упали на стену и припечатали его лицом прямо к рингу. Тем временем, как я вижу, происходит не только передний, но и задний мордобастер. Бьют, понимаете ли, дуреля по попе. Да, это очень опасный прием под названием германский суплекс. Чтобы не сломать себе шею, когда на вас делают такой прием, это нужно обладать очень-очень хорошей подготовкой, незаурядной техникой. А вот, что происходит. Один неудавшийся суплекс, но Терминатор... Три! Три? Да, тем временем, пока Артур провел неудавшийся суплекс Лакмусу, Терминатор провел удавшийся, такой же прием, на дурели, и таким образом победа сегодня достается Артуру и Терминатору. Команда MailFactors. И это их первая победа над братьями Крюгерами. А также, если не ошибаюсь, первая победа как командной единицы. Поздравляем, ребята! Эй-я! Ху-� Крюгеньке! Крюгеньке! А ты пунина-кредавали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, но тем не менее, это была наша чемпионка Вита, которая сегодня же, вот сейчас, прямо будет драться против Анжелики, которая появляется сейчас на ринге в сопровождении своего друга Вектора. И сейчас у них будет матч. А, не знаю, есть ли какие-то виды у Виты на распорядителя матчей или нет, это, не знаю, покажет будущее. Ну, по-моему, есть что-то было от него надо. Вот, не просто так все это, безусловно. Безусловно, эти взгляды на протяжении прошлых матчей, это, так сказать, поддержка. Я вижу это только проявление сексуальной агрессии в лице распорядителя матчей. А остальное, господа, судите сами. А вот и Вита. Сексуальная агрессия в лице Виты. Что такое Вита? Посмотрите, это нежная, ласковая, ранимая девушка. Какая может быть агрессия? Агрессия может быть только на, так сказать, на ринге, в течение боя. А так, это нежное и пушистое существо. Да, не считая того, что я слышал на прошлых шоу, когда Вита появляется около ринга, несколько зрителей непременно кричат, вызывайте бригаду психоперевозки. Ну, тем не менее, не будем об этом, как я уже сказал, этот матч... Да, не будем разводить, так сказать, сплетни. Будем лучше смотреть и увидим результаты победившего. Последний матч между этими девушками состоялся полтора месяца назад. Он проходил под правилом хардкор, то есть обе, обеим было разрешено применять посторонние предметы, и тем не менее, победительницей все равно осталась Вита. Она уже защитила свой титул порядка пяти или шести раз в течение последних десяти месяцев. И вот теперь Анжелика опять бросает ей вызов и пытается отобрать у нее этот пояс чемпионки независимой федерации рестлинга. Вот-вот-вот, что в течение десяти месяцев она бессменный чемпион. И вы хотите сказать мне это просто так? Это неспроста? Неужели не было более достойных претендентов на это звание? Не знаю. Не уверен я в этом. Нет, я считаю, что тут в первую очередь это благодаря ее подготовке, ее умениям, потому что она выходит и бьется как настоящий мужик. Ну, не знаю, может быть это неудачный каламбур, но она выходит, бьется сама по себе и отстаивает свой титул. И в этом, похоже, до сих пор ей никто не помогал. Анжелика, давай! А вот это удары плечом, зажатую в угол Анжелику. Анжелика, я вижу немало болельщиков и, в общем, немалая поддержка со стороны зрителей. Никого дома и Вита опять атакует Анжелику. Да, как ни странно, как ни странно, поддержки фанатов у нее почему-то появляется больше и больше с каждым прошедшим чемпионатом. Ну, это, наверное, о чем-то говорит. Наверное, о каком-то возросшем мастерстве, наверное, о каких-то более интересных ходах, более совершенных приемах. Ну, и вообще о каких-то внешних данных ее. А тем временем Вита провела суплекс и тут же ответный суплекс провела Анжелика. Вита лежит прям поврежденная. О, настоящий женский прием. Взять за волосы. Слышите, Анжелика, Анжелика скандирует ее фанаты. И она делает, что нужно. Да, похоже, что фанаты Анжелики последовали за своим кумиром даже в такое не столь приближенное к Москве место, как город Королев. И за это им честь и хвала. Ну, я думаю, Королев вполне достойное место для проведения столь значимых соревнований. И думаю, что надо быть благодарным администрации города, телевидению, которое помогло нам в проведении этих соревнований. И думаю, что наше сотрудничество продолжится и дальше. Тем временем, Анжелика, обрадовавшись, то, что Вита в очередной раз промахнулась, а не задавила всем своим телом в прыжке в перевороте, отползла. И вот он, знаменитый удар, так сказать, длинная нога. Прямо в висок бедной Вики. Я бы назвал этот прием Анжелики на доброта. А я бы назвал нога Анжелики. И вот он, обратный боковой бросок с проходом тоже, кстати, до сих пор не видел ни у кого, кроме как в исполнении этой незаурядной девушки. Вы слышите, как Гектор поддерживает свою подругу? Не буду давать комментарий по его лексике, она достаточно неоднозначна, но... Но приемлемо, приемлемо. Для наших соревнований, так сказать, зрители пришли не смотреть на выступления, соревнования по бальным танцам, все-таки они пришли смотреть бои, живые, настоящие бои, тем более между женщинами. А, как вы знаете, в боях между женщинами запретов нету, в том числе и на поступки ихних мужчин. Ну, запреты на самом деле есть. Наша федерация, как и любая добропорядочная, уважающая себя организация, придерживается таких определенных правил и моральных устоев тоже. Но правила, наши правила достаточно демократичны. То есть иногда даже они настолько демократичны, что судьи несколько, так сказать, забывают о своих обязанностях и думают, что можно, да, почти все. Но на самом деле это не так. Запретов много, потому что мы заботимся о здоровье спортсменов. Они и так приносят себя и свои тела в жертву, и мы за то, чтобы они продолжали свою карьеру как можно дольше. И поэтому у нас есть запреты, которые направлены на то, чтобы защищать их от излишних увечий. Но, кроме этого, все достаточно демократично, чем сейчас Вита и пользовалась, и как они и обе, да. Хватание волос, кстати, не входит сюда, но что ж поделать, хватает. Женщины, женщины. Периодически хватает, да. Жестокая, женская, не знаю, предела. Поддых и DDT. Вот это вот очень опасный тоже прием. Голова захвачена под мышку, и при этом падает человек на спину, и с его оппонентов печатывает в ринг. А теперь выброс Анжелики за канаты, и Гектор в самый последний момент, вы видите, поймал бедную Анжелику. Поймал на руке, как настоящий джентльмен. Бедные косточки бы просто рождились. Я не готов не мешать матчу! Опа! А вот это, смотрите, распорядитель и ответственный за проведение сегодняшних матчей, Вадим Горягин, ему не понравилось очередное вмешательство Гектора в этот матч. Он сбрасывает Анжелику обратно на ринг, передворительно проведя... Это то, о чем я говорил в самом начале соревнований. Не просто так все. Это, естественно, ангажированное состояние распорядителя. Смотрите, что происходит. А Гектор, тем временем, воспользовавшись минутной заминкой, бросается в обратную атаку на распорядителя матчей. Похоже, что распорядители уже доходят на ринге. Похоже, что уже зрителям не так интересно, что происходит на ринге. Насколько интересно... О! Смотрите, что происходит рядом с рингом. Вот так, Гектор, никогда, как говорил распорядитель раньше, никогда не атакуй официальное лицо. Вы видите, к чему это привело для Гектора? Похоже, серьезная травма спины или шеи. Позвали доктора. Тем не менее, все продолжается. Я думаю, Гектор выживет. Да, матч не остановлен. И будет жить еще долго. То, что происходит за рингом, по большому счету, значения не имеет. Главное, что происходит на ринге. Это был прием под ножки скалы. Судья обратно на ринге. Три! Три! И вот, мы стали свидетелем, можно сказать, исторического события в российской профессиональной борьбе или рестлинге. Первый раз за последние 10 месяцев Вита, наконец-то, потеряла свой чемпионский пояс. Это новый чемпион независимый финансы рестлинга среди девушек. Вы сами видите, Кады. Анжелики. Вот так, вот так происходит закат звезды. Ну, мы будем надеяться на матч реванш и будем надеяться на то, что Вита сделает в последующем выводы и будет достойной своей противникой. А вот, что могло ей стать чемпионкой. Ну, о закате звезды говорить еще раз. Мне нравится очень рестлинг. Я вообще тащусь от него и буду смотреть постоянно. Очень круто. Просто класс. Анжелика, Рулис и Гектор, это просто супер. Да, вообще супер. Гектор и Анжелика. Лучше всех. Да. Что тебе больше всего понравилось? Ну, вообще. Женский матч. Очень-очень здорово. Анжелика, бураво. Мучили, да? Просто классно. Да. Очень понравился матч Гектора, а также братьев Кругеров, Брусфортура и Терминатор. Вы первый раз на таком? Нет. Я постоянно болельщица, бываю на всех шоу. Просто это классно. Не хочу ни одного пропускать. А что привлекает от него? Ну, драйв вообще. Самый класс. Это такой смак вообще, когда все друг друга мочат. Вообще. С удовольствием бы приняла тоже в этом части. Может быть, когда-нибудь и буду драться. Еще увидите меня на ринге. Дамы и господа, вот мы и прошли к главному событию. Из-за чего вы здесь сегодня собрались. Сегодняшний претендент на титул чемпиона пояса является второй участник из команды прессы Кувалда. Кувалда! Я пошутил! На самом деле, претендентом является пресс! Пресс-порнел! Итак... Пресс! Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Надеемся, что будет судить этот матч по общепринятым правилам для такого рода матчей. Русский размер выходит под свою традиционную музыку, говоря всем встать. Это гимн нашей великой родины матушки России. Прошу заметить, что за последнее время гимн поменялся. Сначала он выходил под гимн Советского Союза, тем не менее, теперь он выходит под гимн России. Это говорит о том, что, видимо, на 10-м году независимость он наконец-то осознал, что теперь его родина и гимном, соответственно, является Россия, а не Советский Союз. Безусловно, нам всем жаль, очень жаль, что наши родины теперь в таком обрезанном состоянии. Но, тем не менее, мы продолжаем поддерживать добрые отношения с нашими соседями белорусами. И вот наглядный пример – это наступление Белорусской Федерации Рестлинга у нас на соревнованиях. И вот мы слышим музыку князя, и через несколько секунд появится первый в истории независимой федерации рестлинга нашей Российской Федерации дважды чемпион, первый в нашей истории дважды чемпион – князь. Напомню, первый раз он стал чемпионом, победив «Терминатора» в феврале этого года. А второй раз он выиграл пояс всего лишь чуть больше месяца назад у русского размера, это, кстати, которому он ему же и проиграл, ранее при решательстве прессы и кувалды, о чем они говорили буквально пару минут ранее. Ну и хочу добавить, что князя, можно сказать, назвать непотоверяемым авианосцем. И вот вся борьба происходит у них в виде такого небольшого междусобочка. То князь побьет русского размера, то русский размер накостыляет князю. Вот так и живем, так и трудимся на идее мирового рестлинга. Да, безусловно, до сих пор эти два спортсмена являлись доминирующими среди других борцов независимой федерации рестлинга. Но, как мы видим, другие, включая пресса, который вы видите прямо сейчас, буквально наступают им на пятки. И неизвестно, чем все это кончится для князя и для русского размера тоже. И вот только что атаковал князь, реверс, и теперь пресс тут же бросает князя приемом под названием кнут и начинает избиение лежащего князя на полу ринга. Считай! А чего считать-то? Это просто удушение. Итак, пресс душит князя. Жаль, что у князя, опять же, такой большой слой грима. Не было видно его покраснение кожи при удушающем приеме. Но дальше еще бросок, еще удар. Это был анатомический бросок, потому что направлен на самую уязвимую часть человеческой анатомии. Пресс поднимает князя. Да, похоже, по силе он явно превосходит его. Князь, как известно, славился своей техникой. Что он только что и доказал. Видите, буквально единственный промах руки пресса он тут же перевел в шейлом. Но тем не менее, мне кажется, что прессу и кувалду можно уже назвать не просто молодыми наглецами, а в общем-то довольно-таки уверенными профессионалами, которые семимильными шагами приближаются по своему мастерству к лучшим представителям нашей федерации. Да, действительно, они явно направляются прямо в авангард федерации и этот бой за чемпионский титул является ярким тому доказательством, потому что до сих пор в боях за чемпионский титул принимали участие только русский размер и князь. Вот этот момент можно оставить без комментариев. Достают что-то тяжеленькое. Да, князь и русский размер, они особенно любят, кувалду тем временем говорит прессу собраться, князь и русский размер, они особенно любят применение посторонних предметов и досок в таких матчах. Хардкор это фактически без правил, а без правил в боях по профессиональной борьбе или рестлингу означает то, что можно применять вот такие вот вещи, как плиты ДСП, деревянные металлические стулья и судья ничего не может сделать. Ему и не надо ничего делать, матч продолжается. Да, как говорится, в рестлинге все правила достойны, если они направлены на победу. Все приемы разрешены, все удары возможны и что мы видим? Матч выходит за пределы ринга, пресс и князь попеременно атакуют друг друга. Сейчас очень важно, кто сможет измождить первым своего оппонента, чтобы провести какой-то важный, важный сокрушающий прием. И вот, вот, знаменитый удар. Знаменитый удар обоими ногами, так называемый дропкик, выполненный прямо с верхнего каната с угла нынешним чемпионом НФР князем. Безусловно, это заслуживает аплодисментов и зал реагирует на достойные проявления князя. Пресс лежит, ему тяжело справиться со своей поврежденной массой, князь помогает ему подняться. Но, естественно, не просто так, это разгон в канаты и шлагбаум. Шлагбаум на бегущего навстречу пресса. Пресс, сбитый княжеской рукой, как шлагбаумом падает на взничку. Опять, опять князь хочет повторить свой корольный прием. Но, нам вряд ли это удастся, так как... Да, как мы видим, князь, похоже, немного, так сказать, жертвует своей скоростью ради зрелищности. Да, он хотел поиграть, видимо, на публику. Чем воспользовался пресс? Не успел князь собраться для прыжка с верхнего каната, как пресс тут же атаковал в живот. Вот, вы видите, князь сброшен, и теперь пресс опять наносит свои любимые апперкоты правой рукой. Да, как говорится, если кое-кто, кое-где у нас порой хочет влезть на канаты, тут же найдется на это свой пресс, который, как кувалда, размажит голову любому князю. Да, хорошо сказано. И теперь пресс хочет проводить... О, я думал, он хочет проводить... Вот именно, что я и говорил о голове. Именно о том, что размажить голову. Извините, что перебил. Да, а это был какой-то непонятный, но очень сильный прием. Типа, как... А вообще, это хорошая традиция нашего русского рестлинга, придумывать новые приемы. Я думаю, что в этом и есть перспектива развития. Потому что весь мир уже, так сказать, работает на том материале, который сделан за 20-30 лет. Мы же делаем что-то новое. Да, зачастую, я не знаю, как описать приемы, проведенные борцами, поскольку они вовремя не подают сведения о своем арсенале. И у нас еще просто не готовы термины описать то, что сделали вот они только что, вот буквально. Но, тем не менее, это был эффектный прием. Незусловно, я, извини, перебью, что найдутся еще историки, которые напишут про это объемные труды и материалы и назовут это по-своему. И думаю, что в ближайшие 5-10 лет Америка узнает не только слова космонавт, белка, стрелка, лайка и спутник, но новые названия приемов в рестлинге. Также слова пресс и князь. Итак, пресс по-прежнему атакует. Раз, два, нет, это было почти два с половиной. Уже чувствуется, что князь значительно изможден. Может быть, мы видим завершающую стадию этого матча. Изможден не значит побежден. Все-таки мастерство князя это немалая амбиция и немалая доля успеха. Да, не успел я сказать, что князь изможден, как он тут же вскочил, собрав все свои силы и, видите, атаковал прессу ударом в живот, потом последовал очередной передней шейлом. И вот теперь пресс отдыхает в углу. Русский размер справедливо останавливает князя от излишне жестоких ударов с закрытым кулаком в висок, что, кстати, не позволяется здесь. Ну, вот это был редкий случай хорошей работы судьи. Пресс вылетает из толпа и это бульдог, модифицированный бульдог с разбегу от канатов, проведенный князем. Что не говорил, Вадим, что все-таки бывший спортсмен, наверное, лучший судья. Ему, наверное, все-таки со своей профессиональной позиции всегда лучше видно, как происходит бой. Он видит те мелочи, которые не может заметить судья, который хоть и профессионально, но не будучи спортсменом, работает на ринге. Совершенно верно. А князь тем временем собрал два, еще два уцелевших стула. Ой, и вы видели? Такое ощущение, что он строит гору из кубиков. Да, это какая-то непонятная пирамида. Конструкция, так скажем. Похоже, что одного первого уже заранее построенного этажа ему кажется мало, и он надстраивает второй этаж. И похоже, что в его планы входит запустить пресса прямо в эту пирамиду, чтобы пробив две ДСПшных плиты, он впечатался прямо в бетонный пол. Главное, чтобы он не увлекся и чемпионат по рестлингу не перешел в рекламную кампанию строительных материалов. Да, будем надеяться, что князь здесь не для этого. Атака князя продолжается. Да, вот теперь пресс наконец-то перехитрил князя. Видите, оба измождены, но князь хотел нагнуться, чтобы перебросить пресс через себя, использовав его же инерцию. Но вместо того пресс вовремя бьет ногой в живот и проводит суплекс на князя вслед за этим. И сам тут же рядом падает в измождении. Рухнул, просто рухнул. Держание, два. Да, это уже чуть больше, чем два с половиной. У пресса, шансы пресса явно возрастают. Еще удары. Опять эти мощнейшие апперкоты с правой и левой. Да, князь подустал. Как бы князю не упасть на свой маленький домик, который он создал на краю ринга. И вот уже в третий раз, вы видите, в третий раз князь пользуется своей быстротой, своей реакцией. И опять уворачивается от очередного удара пресса и приводит все в очередной шейлом. Пресс опять недвижим, опять держится за затылок. Князь тоже пользуется этой секундной паузой, чтобы отдохнуть и собраться силами. Что же, сможет ли он что-то выдумать более новативное против пресса? Ну, тем не менее, весь этот матч мы практически говорим о том, что пресс недвижим, а князь опять собрался силами. Все-таки мастерство против наглости всегда победит. Да, и теперь князь, а не мудрство лугало, пытается просто перекрыть кислород и кровь прессу. Но он, видите, не сдается. Он делает то же самое, что делал с ним пресса в начале матча. Поднял и бросил назад. Обратный бросок. Это очень эффективный прием. Мне кажется, что в таких паузах они дают друг другу отдохнуть. Это как в футболе, когда немного тянут время. Видать, бой действительно сложный. Видать, силы действительно напряжены до предела. Но мы с вами свидетели того, что происходит. И столь увлекательной борьбы, признаюсь вам честно, я не видел уже давно. Бой очень сложный. И похоже, что князь не ожидал встретить в прессе такой агрессии. А тут нужно сказать, что пресс показывает пока, на мой взгляд, себя более агрессивным и более быстрым оппонентом, чем до этого русский размер. При похожей комплекции. Поэтому, да, князю сейчас очень и очень тяжело. Ну, о том, как показывает себя пресс и о том, как действует русский размер, можно поспорить. Я думаю, что сейчас мы этого делать не будем. Единственное, что могу сказать, что русский размер один из достойнейших рестлеров нашей страны. И, в общем, на него делаются огромные ставки в нашей федерации. Князь опять не сдается после только что проведенного прессом самуанского броска. Этот бросок пришел к нам корнями из знаменитых борцовских традиций острова Самоа. Много именитых борцов, в том числе Якозуна, Рок, Ракиши, вышли из этих самуанских семей. Раз, два, опять, опять чуть-чуть не хватает. Видите, пресс уже нервничает, уже полностью расстроен. Проводит лягушку от канатов. Удержание следует за удержанием, но все равно этого не хватает, чтобы победить чемпиона князя. И вот, вот оно, дошла, наконец, очередь до хардкора. Кувалда только что подсунул прессу сантехническую трубу, и пресс начинает вышибать крюк из князя. Да, я смотрю, насколько крепкие ребра у этого парня, которого называют все князь. И не только ребра, а позвоночник. Видите, сейчас только что был этот удар торцом. И труба не помогла. Пресс задумался, что же еще применить. Что же, что же еще может прийти ему на помощь? Наверное, его 120 килограмм веса. Вот, что может прийти лучше всего на помощь этому спортсмену. Реверсирование суплекса. Перевод назад. И князь впечатывает заблокированного пресса лбом прямо в ринг. Может быть, пресс сломал нос? Нет, он встает. Нет, нет, я вижу нос на месте. Все нормально. Бой продолжается дальше, так что переживать не о чем. Бойцы, как и дальше, продолжают работать на ринге. Вот их любимая поза. Отдохнуть и полежать. Нет, господа, вставайте, продолжайте драться. Публика требует этого. Оба измождены. Они уже просто физически не могут продолжать бой на прежней скорости. Публика болеет покупать. У обоих, у обоих спортсменов достаточно фанатов. Князь атакует. Разгон в противоположный угол. И пресс не в состоянии совладать с инерцией. И впечатывается лицом в ринг. Выпадает, выпадает за пределы ринга. И князь пользуется тем же самым орудием. Это как ружье, которое висит в первом акте на стене. Безусловно, оно выстрелит. Так же и эта труба. Не важно, что висит вокруг ринга. Эти ребята все равно, даже если ничего не висит, все равно найдут что-то. Под рингом, вокруг него сбегает зрительный зал. Но они найдут что-то такое, что поможет им одержать победу. А вот теперь, видите, напарник, напарник пресса, кувалда, начинает кувалдировать князя. И, кстати, вот это очень странный момент. Вы слышали только, что прозвенел гонг. В результате дисквалификации победителем остается князь. Вот это не совсем по правилам, потому что дисквалификации, по идее, здесь быть не могло. Вы слышали только, что объявил ведущий, что в результате дисквалификации победителем и чемпионом остается князь. А вообще-то говоря, ни о какой дисквалификации речи здесь быть не может. Но держатель гонга, звонящий, он послушался знаков русского размера и прозвенел в гонг, тем самым означая окончание матча. Но, я так думаю, что это означает то, что князь был в их состоянии продолжать борьбу. Да, но тем не менее, матч, по-моему, не закончил. Все еще продолжается. Князь воспользовался минутной паузой, гонг продолжает звонить. Матч официально остановлен, но фактически продолжается, потому что князю не нравится, далеко не нравится такое развитие событий. И он хочет отыграть с своей злостью, сделать небольшую месть на этих борцах из Белоруссии, на прессе и кувалде. Зря князь так разошелся, надо все-таки помнить, что Белоруссия наша единственная союзная республика, а все-таки пресс и кувалды, и кувалды их представители. Я думаю, надо быть великодушнее. Но нет, о великодушии, по-моему, здесь нет и речи. Да, о великодушии здесь нет и речи, тем более, что этот матч с самого начала не отличался от великодушия. Ни с одной, ни с другой стороны. Поэтому и в конце ничего подобного ожидать не приходится. Я думаю, все расстроились. Князь расстроился, потому что ему не дали защитить свой титул официально, а пресс и кувалды расстроились из-за того, что у пресса отняли такую возможность выиграть свой чемпионский пояс в матче по правилам хардкор. Ну, по-моему, пресса уже неоднократно расстраивается перед матчами. Каждый раз хочет разобраться с кем-то. Каждый раз выдвигает какие-то обиды и обиды. О, какой удар, какой бросок. Вы заметили, князь попал на подстроенную им же ловушку. Перелетев через верхний канат, брошенный совместно прессом и кувалдой, он впечатывается в эту пирамиду. И тут же получает по спине одной из сломавшихся досок. Вот так вот. Никогда не делай... Да, да. Как говорится, не строй другому ловушку, сам в неё попадёшь. Да. Народная мудрость обывает правильная. Куда повели тем временем. Тем временем пресс и кувалды отвели князя к последнему из оставшихся целым на столу ведущих. И этот был приём под названием «бомба». Бомба прямо княжескими лопатками и ребрами, прямо сквозь стол ведущих на бетонный пол. Да, мы сейчас стали перед дилеммой, кому отдать приз, кто победил. Фактически победителем является князь. Но! Смотрите, что происходит дальше. Да, а вот теперь я понимаю, почему была объявлена дисквалификация. Потому что русский размер втайне был за князя. А почему? Объясню вам. По-моему, из-за того, что русский размер, поскольку он уже был чемпионом и победил титул у князя, он подумал, что легче ему будет встречаться опять-таки с князем, нежели чем с новым чемпионом пресса, если бы так таковой состоялся. Потому что князь легче его, русский размер знает приёмы князя, и ему легче с ним справиться. И поэтому он хочет не дать шансу прессу, не дать никаких шансов прессу стать новым чемпионом. И вот вы видите, доказательство моих слов, русский размер атаковал сзади измождённых прессой и кувалдой, теперь рассадил их по углам, атаковал, и звучит его музыка. Амбиции, амбиции, амбиции. Рестлинг, условно, спорт, который является очень амбициозным. Каждый считает себя победителем. Нам приятно. На этом наше соревнование, проведённое в городе Королёво, закончилось. Спасибо за внимание. И мы встретимся с вами на следующей неделе. Следите за развитием событий. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова